Вы слышите, он любит ее в сердце. Дорогие мужья, а вы идите как? В сердце или устами? Устами. Так вот, теми же устами надо сказать ей, что вы ее любите. Ну что вы скажете, ой, тяжело, не так просто. Тяжело идет. Вот сказать я получается легко. Тебя тоже можно выдавить. Но слово люблю, знаете, как ком в горле стоит. Не могу. А, и не можете. И не получается словами, купите цветы. Может быть, это растение вам кажется лишним в доме. Тем не менее, подарите жене цветы. Это ее женская потребность. Дайте ей это. Или купите жене подарок. И тогда прикрепите к цветам или подарку листок бумаги. А внутри любовное письмо. Вы знаете, что произойдет? Она подарит выбросы в урну, а ваше письмо будет хранить. Рамочку сделает вокруг него. Теперь вы скажете, а что, писатель, поэт? Любовная проза излагаться теперь буду? Ну, если у вас это не получается, не страшно. Максимум напишите. Я три точки. Тебя три точки. От три точки. Это не получится. Пишите просто три точки. Одна, вторая, третья. Заверните в конверт и пошлите ей. А она уже додумает все, что хотела услышать от вас. А кому и это не под силу? Есть сейчас готовые открытки. Можете пойти в магазин, купить. Открываете, прям так и написано, черным по белому. I love you. Какое-то произведет на нее впечатление. Мой муж любит меня. Вы знаете, что такое ощущение жены, что муж ее любит? А если еще и скажете ей это? Это нетрудно. Можно потренироваться. Знаете, перед зеркалом несколько раз, еще раз, еще один раз получится. Я тебя люблю. Попробуйте несколько раз. Увидите, что это может получиться. Знаете, какое-то чувство у жены, когда муж ей говорит, я тебя люблю. Знаете, что она вам скажет? А ну-ну-ну, обожди, повтори еще один раз, секундочку. Обожди, мне принесу магнитофон. Записать хочу. Она, ну, что-то прослушивать будет. Так мало. Несколько слов. Я тебя люблю. И так много это может изменить. Как много мы можем дать нашим женам, когда мы даем им ощущение, что мы любим их. Не только в выражении любви. Ваша жена необыкновенно нуждается в вашем сочувствии, участии, вашей заботе. Вы зашли домой. Первым делом. Как ты себя чувствуешь? Ты устала? Я мучилась. Тебе тяжело было. Я хочу привести вам два примера. Как должно быть и как не должно быть. Как мы должны вести себя по отношению к своей жене и как мы не должны. Пришел Константин. Зашел домой. Поел. Сел. Обложился. Телевизор. Газета. Интернет. Начался матч. Маккабица искал. Заходит Елизавета. Кость. Мне не здоровится. Голова болит. Константин, отрывая глаза от экрана, говорит ей, Чего голова? Там, там, там. Смотри. Там есть аналгин, пенталгин, пирамидон, магендавитадон. Знаете же, в такой ситуации, в таком отношении, ваша жена вечно будет болеть. Ей будет хронически не здоровиться. Вот так не должно быть. А когда? Заходит Елизавета. Кость, у меня голова болит. Константин. Тоже вскакивает. Вырывает розетку из стены. Рвет газету на клочки. Что? Что тебе болит? Уже ничего не болит. Все прошло. Немного внимания. И уже все проходит. Только скажите ей, куда? Куда тебя отвезти? Уже ничего не надо. Уже прошло, дорогой муж. Посочувствовать. Жена ждет сочувствия. В связи с этим еще одна типичная ошибка, которая есть у мужей. Жена начинает вам что-то рассказывать, жаловаться. Что делает неразумный муж? Начинает ее подправлять, оспаривать, давать ценные указания, советы. Дорогой муж, она ждет от вас сочувствия. Выслушайте ее, не давайте им советов. Потребность ее высказаться. Мы об этом еще дальше будем говорить. Основное, что она ищет, сочувствие. Чтобы муж был рядом, выслушал ее. Еще одна важная деталь при этом. Знаете же, что ваша жена ожидает, что вы ее всегда оправдаете. Во всех рассказах, во всех ситуациях, в которые она попадется. Может быть, она будет непредлядно выглядеть в них. Знаете же, первым делом не критиковать ее, а всегда оправдать. Это она ждет от вас. Еще раз повторю. Жена ожидает от вас, что вы ее всегда оправдаете. И не только это. Жена ждет вашего участия во всем. Она хочет, чтобы вы были участником жизни в доме, а не квартирантом. Виктория спрашивает своего мужа. Семен, где повесим эту картину? На кой стене? Семен после сосредоточенного раздумия говорит ей, вот, мне кажется, вот на этой стене. А она говорит, нет, вот тут, на этой стене. Хм, что ж ты меня спрашивала? Дорогой Семен, вы не понимаете, ваша жена нуждается в вашем внимании. Она и без вас знает, куда повесить картину. И еще, даже занятые мужья, которые очень-очень заняты, они обязаны уделить внимание своим женам. Короткий телефон посередине дня. Раздается звонок. Элизавета, ты знаешь, я не могу сосредоточиться. А что случилось? Я все время думаю о тебе. Сколько это заняло? Это заняло, может быть, 20 секунд. А настроение вашей жены вы подняли до самих облаков. Принято говорить с милым Раев Шалаше. Дорогие мужья, будьте милыми. Пришли с работы, кем бы вы не были. Ведь человек занятый. Вы министр, генерал, сторож, по-русски шумер. Снимите с себя служебную форму и войдите в роль мужа. Нервы, недоразумения, слабость, все остается за дверью. Это критически то, что мы говорим. Это вещь настолько-настолько важная. Жена хочет, чтобы муж в дом вошел. Вы слышите, муж вошел в дом, значит, какой муж в дом входит? Вам кажется, что это тяжело, что это невозможно? Ведь от вас требуется усилие всего лишь на две минуты. Собраться. Войти радостным, приветливым, всех обнять, детей поднять на руки. Создать атмосферу радости. Это то, что жена хочет. А после этого можно уйти в себя, расслабиться. Помните, вы влияете на все в доме. И жена ждет жизни радостности, внимания, участия, сочувствия. И мы должны стараться выполнить всего, чего они ожидают от нас. А заодно не делать того, что жена не ожидает или не любит этого. Только несколько примеров. Не стыдить ее, что она не умеет варить. Даже если единственное, что не получается, это подогреть чайник. Промолчать. Ведь она так вас за это ценить будет. И еще, никогда не ловить свою жену в момент слабости. Например, жена, ваше дело и диету. И когда, как ей показалось, что она всех выпроводила на улицу, она всунула свою голову в духовку, и там быстро-быстро стала есть субботний пирог. Дорогой муж, не опускайте ей мягко руку на ее плечо. За стуком. Дайте ей закончиться. Не замечайте этих слабостей. Не ловить жену в момент слабости. И поэтому, когда ваша жена выходит из душа, красная как помидора, без подправки и трафарета, нельзя смотреть на нее. А заодно нельзя смотреть вообще, когда жена себя украшивает. Не подглядывайте. Ведь Ленка-то соседка. Почему вам нравится? Потому что выходит уже наряженный.